Всем привет, друзья! Меня зовут Оля и сегодня мы с вами сделаем веточки вербы. Впереди светлый праздник Пасхи, каждый будет ставить себе вербу в ласочку. Ножевые веточки очень быстро опадают. Мне же хочется, чтобы веточки вербы радовали нас долго. Долго я думала, как это сделать, и мне кажется, что я нашла самый легкий способ и вариант в исполнении вербы. Итак, начинаем. Я беру отрезок проволоки около 5 см, наношу горячий клей в форме капельки, наношу и сразу же окунаю в холодную воду на несколько секунд. После этого вынимаю и формирую капельку. Формирую так, чтобы очень было приближенно, похоже на капельку. Я делаю небольшую капельку. Веточки вербы, сами котики бывают как поменьше, так и побольше. Мне нравится поменьше. Ну и после того, как я сформировала, я буду окрашивать. Окрашивать буду акриловой краской серебристого цвета. Я пробовала делать это масляной пастелью, но результат меня не устраивал, поэтому я остановилась именно на акриловой краске. Беру свою капельку на проволоке и просто окунаю в краску. Окунаю, немножечко прокручиваю, лишнее я стараюсь убрать. И вот такой вот результат у нас получается. Ну и для того, чтобы сделать наши котики пушистенькими, я буду использовать синтепон. Беру синтепон, немножечко его распушаю и мелко-мелко нарезаю. Вот что у нас выходит. Мне кажется, это близко к идеалу. Затем беру свою уже окрашенную капельку, беру небольшое количество синтепона и оборачиваю. Оборачиваю очень-очень аккуратно, лишнее убираю. Смотрю по своему желанию также и вы смотрите, как вам больше нравится. Нравятся вам котики побольше или поменьше. Мне нравятся они средненькие и очень-очень пушистые. Я слегка прокручиваю между пальцами. Стараюсь все формировать так, чтобы краска наша не испачкала синтепон. Потому как краска высыхает очень долго, но нам нужен результат такой, чтобы синтепон приклеивался на краску. Вот в таком виде у меня подсыхает все, все наши котики. После того, как наши котики и вербочки подсохли, я беру тейп-ленту коричневого цвета. Заменить ее можно гофрированной бумагой коричневого цвета. Ну или взять зеленую тейп-ленту или зеленую бумагу. Мне больше хочется, чтобы она походила на натуральное. Поэтому беру коричневый цвет. Тейпирую каждую нашу веточку. То, что у основания торчит лишний синтепон, я стараюсь запрятать это с помощью тейп-ленты. Так я проделываю с каждой нашей проволочкой. Вот так вот выглядят уже все смотанные наши котики. Все я подготовила и теперь буду собирать все в одну веточку. Я беру проволоку длиной около 15 см и начинаю собирать. Собираю тоже при помощи тейп-ленты. Отматываю количество ленты. Слегка ее растягиваю. И скручиваю все. Начинаю я с котиков поменьше. Прикладываю с самого начала. Можно делать немножечко ниже. Можно с самого начала не прикручивать котик, потому что они бывают очень разными. Затем беру следующий, слегка отгибаю сам котик и прикручиваю на расстоянии друг от друга около сантиметра или полутора сантиметров. Слегка расправляю, направляю в разные стороны. В общем, смотрите так, чтобы нравилось вам. Какие веточки вы больше любите, такие веточки и формируйте. Я сформировала по одной веточке. Можно на одной веточке делать ответвление несколько маленьких веточек. Я свои веточки буду использовать для будущей композиции, поэтому делаю именно по одной веточке. И после того, как я сформировала свою веточку, я обматываю оставшуюся проволоку тейп-лентой, немножечко расправляю, отгибаю, и наша веточка готова. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока!